Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 ноября и я вот теоретически рассказываю о том, что я делала летом, отвечаю на вопросы. Перед этим вот только что я сняла видео, сколько томатов разместить в теплицу. И я говорила, что каждый решает для себя сам. Вы можете придумать свои схемы посадок, свои методы выращивания. Но вот это видео я буду рассказывать о конкретном своем случае, как я размещаю свои томаты, сколько я высаживаю. Я уже говорила, что я строю планы. Вот прошлой зимой я три раза меняла свой план посадки в теплицу. Один раз разместила, не понравилось. Второй раз разместила, не понравилось. И только вот с третьего раза я разместила. Вот смотрите, каждый вырабатывает, ну как, свою схему находит. Вот у меня схема такая. У меня заходишь в теплицу, я говорю сейчас о теплице 3 на 8. Центральная дорожка. Тот, кто смотрит мое видео или там смотрел, они наверное видели, что вот дверь открывается, и у меня вот эта центральная дорожка, эту центральную дорожку я делаю расстояние 50 сантиметров, и уже от этого я располагаю все остальное. Вот 50 сантиметров я натягиваю такую, ну веревочку, я всегда делаю по веревочке. 50 сантиметров отступаю, вот эту часть правую и левую я вскапываю сплошную, сплошную скапываю, и потом вот эту половину, тут я уже ничего не протягиваю, просто у меня вот от веревки до стены вся эта грядка вскапанная, она получается как, вот если у нас 3 метра, мы 50 сантиметров убираем, то здесь получается 3 минус 50, метр 20, все, вот эту метр 20 вскапываем, и посредине я просто иду вот так вот ровно, и своими следами протаптываю дорожку небольшую, и справа и слева делаю лунки. Половину, я уже рассказывала, рассаживаю детерминатными, поэтому лунки делаю на расстоянии примерно 35, 40 или 50 сантиметров, это в зависимости от того, какой сорт, сильно компактный куст или немного кустистый, и поэтому даже вот высаживая всегда вот здесь детерминатные сорта на южной стороне, каждый год у меня количество вот здесь вот плодиков, вот этих кустиков меняется. В этом году посадила петрушу, так как он сильно вот такой вот, вы знаете, что он объемный, он вот так вот раскидистый, пришлось оставить ему побольше места, но высаживать я его больше не буду, он меня замучил, он выросла вот такая прям пальма какая-то, он начал загораживать другие растения, пасынки удалять у него нельзя там на пасынках, я с ним помучилась нынче, растет прекрасно в открытом грунте, пусть там растет. Вот я это к тому, что даже если он детерминатный, даже если он такой невысокорослый, надо все равно смотреть, какое расстояние делать между ним, поэтому у меня какие-то на 30 сантиметров я отступаю, какие-то на 40, и самое большое между детерминатными расстояние 50 сантиметров. Вот из этого складывается в одном ряду, у меня может быть 34 штуки, в другом 38 штук. Две лунки плавают туда-сюда. Лунки делаю продолговатые, вот например 50 сантиметров, если вся эта грядочка, лунки делаю продолговатые, чтобы высадить два куста в одну лунку. Раздаяние между корнями делаю 10-15 сантиметров, но это только потому, что я вставляю туда кол сразу же. Кол вставляю сразу, чтобы корни потом переплетутся, можно будет потом повредить. Если у вас не в коловой культуре, если у вас веревочка, то можно расстояние делать минимальное. Все. Посадила вот эти две грядки детерминатных, перехожу вот на эту сторону. Здесь уже другие сорта, другие расстояния, у них другие правила. Если здесь я могу 35-40-50, то между индетерминатными самое маленькое расстояние это 50 сантиметров и выше. 50, 60 и 70. Те, которые не очень, ну вот даже в описаниях может быть написано, что повышенное образование пасынков или слабо образуют пасынки, от этого мы тоже вот и пляшем. Если он такой вот кустистый, есть, прямо на пачке написано, что очень мощный, очень раскидистый куст, значит оставляете 70 сантиметров. Если куст, ну такое обычного строения, то можно 50, 55, 60. Все. И в результате у меня получается 4 грядки. Первая и вторая, это детерминатные на расстоянии 35-40 сантиметров. 50 я делаю очень редко, это много для них, 40 сантиметров. Выбираю те сорта, которые разрешают, позволяют себе выращивать загущенно. Дальше два ряда идут у меня индетерминатные. Расстояние между ними делаю от 50, потом 60, ну 70 делаю редко. 70, когда я делаю, получается, ну сильно много места. Вот два ряда детерминатных, два индетерминатных на расстоянии 30-40 и 50-60. В теплице вмещается 144 куста. Все это я весной, даже в прошлом году весной, я уже все это показывала, прям когда сажу, когда высаживаю, я высаживала, ходила с видеокамерой. И если кого-то интересует именно схема посадок, то смотрите все эти весенние, весенние, летние видео, потому что смотрите по названиям. И если вы, например, вот сейчас заходят, много добавляются новых и заходят вообще совершенно, ну посторонние люди, которые ни разу даже не имеют представления, что спрашивают, как вы не запутываетесь, например, в таком количестве. Но я об этом, обо всем говорила, что перед тем, как высадить, я обязательно рисую планы посадок. Я никогда не запутываюсь, потому что у меня есть подробный план, я сначала рисую план, потом в огород высаживаю. Это позволяет никаких не привязывать бирок, никаких не веревочек, ничего. Также в теплице я ничего никогда не подписываю и не привязываю, потому что я зашла, открыла тетрадь, я вижу, что у меня 10 этого сорта, 10 этого, 8 этого, все у меня здесь подписано. это очень освобождает время, и поэтому я еще в прошлом году говорила, введите вот этот вот, как журнал огородника, или просто тетрадь. Я 2-3 тетради списываю за сезон, я буду заканчивать, и вот покажу просто как. Нарисовав вот такой план, но я, конечно, их за сезон и зарабатываю так, что на них сложно что-то посмотреть, но все равно, нарисовав вот такой план посадки, вот у меня помидорное поле, 550 томатов, и все-все разные, представьте, сколько мне нужно было бы подписок вот этих вот привязывать. Я просто прям по клеточкам, это один сорт, это второй, это третий. Я знаю, и вот у меня расписано еще от руки, я знаю, что подойдя к пятому ряду, я найду 8 таких-то, 10 таких-то, 12 таких-то. Все, везде порядок, везде все, я знаю, где что растет, в каждом уголке, все записано, все у меня вот здесь учтено, начиная с посевов, веду тетрадь. До свидания. С вами была Ольга Чернова, это моя зимняя огородная азбука. Советую начинающим сразу приучать себя к тому, чтобы вы знали, где у вас что посажено, для этого лучше ведите тетрадь. До свидания.